Вы соглашаетесь быть на вторых ролях. Как выйти из состояния вечной любовницы, только секс в состоянии женщины для серьезных отношений с уважением. Милая голубушка моя, ну, знаете, как вы яхту назовите, так она и поплывет. Очень сложно, очень сложно выбираться из отношений, где вы уже получили определенный свой статус. Я очень вам сочувствую, но боюсь, что это такая очень практически невыполнимая задача, очень сложная. То есть вы согласились на формат отношений с мужчиной, где вы не главная женщина, не женщина для серьезных отношений. Если вы говорите любовницы, значит, имеете в виду, скорее всего, когда у него есть серьезные отношения там, а у вас отношения не серьезные. Много женщин вступают в эти отношения, потому что боятся, что лучшего у них не будет. Страх этот идет от состояния того, что вы считаете себя недостаточно красивой, достойной, удачливой, успешной, чтобы встречаться с мужчиной, который посвятит вам всю свою жизнь и выберет вас единственной женщиной. Поэтому вы соглашаетесь на отношения с самого начала бесперспективные. Когда мужчина берет женщину, игра, в которую вы играете, означает, я тебе буду, я тебе буду с тобой заниматься сексом и платить тебе деньги за это. Не больше, не много, но буду платить тебе деньги за это. Ну, каким-то образом. А некоторые даже и просто, мужчины даже и не платят, просто за обещание. То есть вы, знаете, вот в отношениях мы всегда обмениваемся. То есть мужчина говорит, я обещаю о тебе заботиться и потом воплощает эти обещания в реальность. Если он это не делает, он торгует фантиками. Знаете, вот вместо денег фантики. Когда вы вступаете в отношения в качестве любовницы, вы сразу, с самого начала принимаете, что вам будут платить фантиками. То есть ненастоящими чувствами. Вы, вас просто используют, только секс. Состояние серьезных, для серьезных отношений вы можете выйти только тогда, когда вы начнете себя воспринимать достойной для серьезных отношений. Вы хотели бы, но вы себя не ведете, как достойная женщина. К сожалению. Я, я сочувствую вам, я хотел бы, чтобы было по-другому, но так. То есть соглашаясь каждый раз с сексом, заниматься сексом с мужчиной, который, который уже женат, и вы для него, ну, как скажем, мягко говоря, не далеко не основной приоритет, то есть вы соглашаетесь быть на вторых ролях. Извините, сейчас так грубо скажу, специально так скажу, чтобы у вас может быть даже не потому, что я хочу вас обидеть, я хочу, чтобы вы понимали, как обстоят дела в реальности. Вы второй сорт. Не означает, что вы женщина второсортная, не человек сорт. Нет, ни в коем случае каждый человек первосортный. Но, знаете, вот как бы сначала берут самое лучшее, а потом как бы на второе там оставляют, там уже такой, знаете, считается второй сорт. Так вот, для этого мужчины, этот мужчина так считает. Я так не считаю. Я считаю каждую женщину первый сорт. Но этот мужчина вас считает второсортной. И вы соглашаетесь. вы согласились на то чтобы он вас считал второсортной любая женщина она второсортная потому что первая женщина жена на 1 сорт на он с ней как чтобы он не говорил мужчины постоянно врут что они говорят я не могу из-за детей это и 5 10 сейчас у нее сложный период она болеет я не люблю я сейчас них вниз с работы нужно разделаться сейчас сейчас через полгодика подожди меня сейчас бизнес выстрелит я тогда увезу тебя на мальдива будем жить вру просто а вы чебурашка которая эту лапшу на своих ушах аккуратно развешиваете и чтобы стать то есть вы соглашаетесь на вот эти отношения второсортные и это означает что вы считаете себя достаточно второсортной поэтому вам нужно повышать самооценку есть такой курс называется женская самооценка который позволяет понять пройдя этот курс вы поймете что заставляет вас так вступать такие отношения что заставляет вас соглашаться что заставляет вас не выставлять личные границы не зовите своем достоинстве почему вы сами себя не уважаете и знаете я очень тяжело переживая это на самом деле очень тяжело ну может быть не покажется кому-то но внутри я я возмущаюсь понимаете и мне очень жалко я я не возмущен несправедливостью я искренне считаю каждого человека при рождении достойным я не я знаю почему они люди так вот особенно женщины считаете недостойными и не согласен с этим я борюсь вот с этими ветряными мельницами хотите как дон кихот если хотите как бы мою миссию я как дон кихот борюсь с вот с этой с этим самоунижением женским я хочу вам сказать милые мои ну прекращайте эти отношения любовные не он не он не будет вы и он не сделает вас первосортная женщина вы тоже сначала вести себя как первосортная а первосортная не позволяет собой обращаться с авторосортной понимаете если женщина позволяет с собой обращаться как с авторосортной как женщины которые а там подождет знаете принеси подай пошла на хрен не мешает если вы позволяетесь относиться к себе вот так то мужчина никогда к вам не будет относиться как как королеве или первосорта не позволяйте этому делать ему не позволяет это делать собой как он скажет как он не позволяет потому что я не могу мы разберемся на курсе женской самосынка разберемся там страх просто есть страх установки мама так относилась папа так относился кто-то относился это не это не это не как бы не взросло случайно так случилось мир это ваше прошлое